Всем привет, меня зовут Ян Симаков, я представляю автосалон РДМ импорт. К нам поступил на продажу еще один автомобиль Hyundai Tucson, это машина 2008 года выпуска, очень интересный представитель марки Hyundai. Первая его особенность этого автомобиля в том, что выпуск у него 2008 года, а эксплуатация с 2010, то есть это подтверждается документами. Видимо, когда были такие самые кризисные времена в 2008 году, спрос на эти автомобили упал, машины стояли, видимо, на заводе и не заводили. Как бы, да, к дилерам. Вот, и конкретно этот автомобиль, его купили в 2010 году, ПТСК выдано в 2010 году, и за все это время у машины был только один хозяин. ПТСК не дубликат, она оригинальная. Вот, в общем, один такой интересный факт про этот автомобиль. Машина двухлитровая, с полным приводом, на автомате, по комплектации, тут, как бы, в принципе, все стандартно, тут надо смотреть на состояние. Но сейчас пробежимся по автомобилю. Ну, начнем с внешности. Фары, что передние, что задние, в порядке, полировать не нужно. Решетка радиатора, ее вот так вот немножко чем-то покрыли, да, ну, предыдущий владелец, немножко вот это все дело, ну, отлетает уже, ну, издалека очень даже симпатично смотрится. Вот, есть противотуманные фары, лакокрашенное покрытие на капоте, в принципе, в порядке. Ну, конечно, тут не обошлось без мелких скольчиков, но их не очень много. Цвет достаточно симпатичный, благодаря ему не видно каких-то проблемных мест на автомобиле. Вот. Стекла все оригинальные, есть маркировки на каждом из них, под лобовиком вин номер автомобиля. Литье стоит оригинальное, Hyundai. Резина сейчас стоит зимняя, Yokogama липучка, достаточно неплохая, очень мягкая. Ну, и вот можно показать оригинальные стекла. На каждом таком стекле есть маркировка, то есть они все оригинальные. Вообще, автомобиль не бывал в авариях, то есть это можно проверить без проблем. Прибор, если у вас есть, да, мы за свои автомобили не боимся, эта машина реально не была в авариях, ничего здесь не красилось. На крыше, помимо стандартных рейлингов, есть еще вот такие рейлинги, да, на них можно закрепить багажник, ну, в общем, все, что угодно. Замочки здесь такие есть. Единственный вопрос к автомобилю, расположен, так скажем, на задней его части, вот небольшая царапка есть, но ее подкрасили. В глаза не бросается, ржавчины здесь никакой нет, тем более это, как бы, пластик, вот. Ну, в общем, нормально выглядит, где-то чуть-чуть подзадели, да, но мы, по-честному, говорим, что вот это вот есть. Вот, задняя оптика, она вот так немножко затемнена, симпатично выглядит, даже, я бы сказал, немножко спортивно. Вот, на задних хромированных элементах тоже вот нанесена такая черная краска. Вот, ну и давайте смотреть в салон. Кстати, здесь, как у, ну, как у любого Туксона, стекло можно открывать отдельно. Вот, ну и видите, здесь есть шторка, она вообще как новая. Вот, ну и откроем основную дверь, убираем шторку, обратите внимание, здесь есть розетка на 12 вольт, ну и лампочка дополнительная. Вот, здесь, в этом автомобиле стоит сабвуфер, стоит два усилителя, поднимаем пол, здесь запаска полноразмерная. Домкрат, вот усилитель стоит, еще усилители есть под передними сиденьями. И обратите внимание, весь автомобиль, он проклеен шумоизоляцией. Небольшие царапинки, конечно, есть в багажнике, без этого никуда, вот, но, как бы, нет таких каких-то прям серьезных, критичных моментов по пластику в салоне. Вот, а, кстати, здесь еще есть задняя камера, вот она, в салоне есть монитор. В общем, автомобиль очень хорошо укомплектован, то есть здесь есть усилители звука, есть сабвуфер, есть монитор, есть задняя камера. Но это все попозже покажем, расскажем. Задняя часть салона, еще одна розетка на 12 вольт для пассажиров, на полу коврики резиновые. Под ними все в порядке, есть подлокотник сзади, вот он. Крепление для детских сидений изофикс. Сидение с кожаными вставками, ткань на дверях, здесь тоже кожаная вставочка такая, ну, под кожу, не настоящая, конечно, но выглядит прилично. Все это в очень хорошем состоянии, салон не затертый, хозяин у машины был не курящий, здесь нет какого-то запаха сигаретного, нет прокуров, в общем, все в порядке. Ну и сама передняя часть этого автомобиля, салона, руль кожаный, он с регулировкой по высоте, водительское сидение тоже по высоте регулируется. В этом автомобиле 8 подушек безопасности. Здесь у нас, ну, традиционно, да, кнопка, в которой можно регулировать яркость подсветки приборов, управление полным приводом, система стабилизации, включение задних противотуманок и здесь еще есть подогрев дворников. Очень полезная вещь, я считаю. Вот. Что еще? Ну, подогрев передних сидений здесь есть, ну и можно посмотреть на мультимедийную систему в салоне. Давайте покажем ее с другой стороны. Передняя часть салона со стороны переднего пассажира. Здесь у нас установлена мультимедийная система PIONEER. Помимо того, что здесь усилитель звука есть, есть сабвуфер, вот еще такой вот монитор, на него вводится изображение задней камеры, качественная музыка, есть DVD, есть Bluetooth, есть microSD. Сейчас включим зажигание, заиграет музыка. Здесь есть еще климат-контроль, кнопки вот у нее подогрева сидений, пленка под карбон. Ну и ждем загрузку мультимедийной системы. Музыка играет очень качественно. Завели мы двигатель, давайте сразу посмотрим, как работает задняя камера. Для этого нужно включить заднюю передачу. Ну, так она работает. Немножко затуманено, ее нужно просто протереть, и все будет отлично видно. Веселая обстановка в нашем Tucson, благодаря музыке хорошей и качественной. Когда вы будете садиться в этот автомобиль, при визите в наш автосалон, обратите внимание, когда вы открываете дверь, есть подсветка синяя. Когда на улице светло, конечно, это не очень заметно, но в темное время суток или в сумерки это очень видно и красиво подсвечивает вам дорогу к автомобилю. Вот. В общем, такой вот салончик. Здесь, в принципе, все хорошо, все отлично. Нет загрязнений, нет царапин, нет порезов. Ну, небольшие какие-то пятнышки есть на потолке, но я уверен, что это просто немножко подтереть и уберется. Лампочки здесь все работают. Здесь еще вот есть лампочка под козырьком. Когда вы открываете зеркальце, она загорается. Закрываете, она тухнет. Вот. Такие вот есть опции в нашем Tucson. Вот. Давайте смотреть тогда, что под капотом здесь. Мотор здесь двухлитровый, бензиновый, 141 лошадь. Здесь все в порядке. Заводится отлично. Аккумулятор стоит большой. Ну и, как я уже сказал, аварию у машины не было. То есть здесь нет каких-то следов по ремонту железа. Что касается самого мотора, работает без проблем. Ничего нигде не бежит, не подтекает. Ну, в общем, все нормально. Опять же, если вы захотите покупать этот автомобиль для себя, без проблем. Можете загнать его на СТО, все проверите. Мы не боимся никаких проверок. Ну и также по лакокрашенному покрытию можете все просмотреть и проверить. Вот и все. В общем, такой у нас есть теперь автомобиль Hyundai Tucson. Машина в красивом сером цвете, 2008 год выпуска, реальная эксплуатация с 2010 года. Хочу на это еще раз обратить внимание. ПТС 2010 года и эксплуатируется тоже с 2010 года. Один хозяин у автомобиля, полный привод, 2 литра, автомат. Хорошее достаточно состояние, адекватная цена. Приезжайте к нам за ней. Объявление об этом автомобиле вы можете найти на сайте вам1.ru. Это наш официальный сайт. Подписывайтесь на наш видеоканал. Он называется Первый видео авторынок. Спасибо вам за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok